шалом дорогие друзья и мы продолжаем с вами разбирать еще несколько слов которые начинаются на букву бет и сегодня у нас очень особенное слово которое мы разберем а точнее корень который мы рассмотрим я хочу чтобы вы посмотрели на экран и вспомнили тот алфавит который когда-то с вами мы изучали посмотрите хорошо и вы увидите здесь все буквы а также вы увидите числовое значение каждой из букв посмотрите внимательно и попробуйте найти какая из букв или какие буквы имеют двойное значение то есть они в два раза больше ровно в два раза больше предыдущей буквы еще раз посмотрите на экран и посмотрите числовое значение каких букв в два раза больше предыдущей может быть вы не сразу сориентируетесь но из тех кто нашел у вас должно получиться три таких буквы первая из них это бет вторая это буква каф и третья буква рейш этот корень бет каф рейш из этого корня происходит несколько слов и не просто так то что вы искали вы видите особенность этих букв они ровно в два раза больше и это уже нам о чем-то говорит и первое слово которое мы с вами сейчас рассмотрим происходящее из этого корня это слово бахор бахор это значит первенец и в писании очень много раз мы встречаем слово первенец бог говорит про израиля что он является первенцем мы знаем что когда-то в египте 10 казни которые произошли которые считались сильными казнями и они считались теми казнями которые карают богов египетских и из последних казней последняя казнь она была как раз поражение первенцам бог избирает вместо первенцев которые были поражены в египте или должны были быть поражены но стали живых из израильского народа себе колено левия который также считается первенцами между израилем бог избрал их говорят они будут мне вместо первенцев и именно вот про это слово я хочу чтобы мы с вами сейчас поговорили давайте мы рассмотрим второзаконие 21 главу второзаконие 21 глава с 15 стиха здесь написано так если у кого будут две жены одна любимая а другая нелюбимая и как любимая так и нелюбимая родят ему сыновей и первенцам будет сын нелюбимой то при разделе сыновьям своим имение своего он не может он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимый но первенцам должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего что у него найдется ибо он есть начаток силы его ему принадлежит право первородства то здесь мы видим что первенцу полагается двойная часть именно из того как мы сказали что числовое значение этих букв она ровно в два раза больше мы видим какое-то преумножение преувеличение мы видим что-то размножилось увеличила самого себя поэтому первенец который происходит из этих букв он как раз получал двойную долю и мы знаем что в израиле всегда было важно быть первенцам первенец он получал двойную долю но кроме того что он получал больше и менее на нем лежала и другая ответственность в чем заключалась эта ответственность первенец в израиле то есть первенец любой израильской семье он должен был вести поддерживать укреплять а также наставлять своих братьев он должен был быть ответственным не только за что-то физическое но и за духовное состояние он должен был наследовать ту духовную полноту которую передавал ему отец именно вот это вот духовная полнота она передавалась первенцу и я думаю каждый из вас помнит эту историю которая случилась с иаковом и исавом если вы ее не знаете вы всегда можете ее прочитать когда иаков покупает первородство за тарелку супа у своего брата почему для исава это первородство было не так уж дорого потому что он понимал всю ответственность которая за этим стояла да может быть с одной стороны ему хотелось денег он хотел иметь богатство он хотел унаследовать то что дает ему отец потому что отец его очень любил но с другой стороны он чувствовал что есть какое-то бремя которое ему совсем не нравилось про исава написано что он был человек полей и человек полей в то время это считалось тот который все время где-то гуляет он очень далеко от дома это как сегодня можно сказать человек улицы ему не так дорого дорого то что отец хочет ему передать то духовное наследство ему было важно физическое он гулял он развлекался и вот это вот бремя духовное которое падало на него она действительно казалось ему бременем и он хотел отказаться от него и вот поэтому иаков который был противоположность про которую написано что он был человек шатров это значит тот который сидит слышит то что происходит в доме который учится у ног своего отца который слушает истории потому что раньше мало что писали но постоянно рассказывали друг другу передавали какие-то истории передавали события отец своим детям или дед своим внукам он рассказывал и они слушали это был человек шатров и вот он яков он чувствовал вот это вот духовное наследство ему было это до дорого он хотел этого и он понимал ту обязанность которая лежит на нем потому что он видел своего старшего брата который просто этим пренебрегает и вот он покупает вот это вот первородство поэтому первенец это не просто тот который что-то получал вдвойне но он нес на себе и великую ответственность чтобы принять духовный опыт конечно каждый ребенок наследует что-то и физически и духовно но именно на первенце лежала вот эта вот обязанность получить и быть вот предводителем и дальше развивать и передавать очень интересное слово которое также происходит из этого корня это слово бикурим бикурим это первые плоды это праздник первых плодов и почему важно нам рассмотреть это слово потому что напрямую связано с ешуа может быть вы сейчас еще не совсем догадываетесь как некоторые из вас знают смотрели какие-то наши другие семинары про праздники но бикурим это праздник первых плодов многие даже о нем никогда не слышали они даже не знают что это за праздник и когда он празднуется но он напрямую связан с ешуа с нашим миссия и мы сейчас посмотрим что же это за праздник и когда он праздновался и как он связан с первенцем давайте откроем левит двадцать третья глава я буду читать с десятого стиха итак книга левит двадцать третья глава с десятого стиха объяви сынам израиля и скажи им когда придете в землю которую я даю вам и будете жать на ней жатву то принесите первый сноб жатвы вашей священнику первый сноб он вознесет этот сноб перед господом чтобы вам приобрести благоволение на другой день праздника вознесет его священник и в день возношения снопа принесите во всесожжение господу агнца однолетнего без порока и с ним хлебного приношения две десятых части эфи пшеничной муки смешанной с елеем в жертву господу в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина никакого нового хлеба ни сушеных зерен ни зерен сырых не ешьте до того дня в который принесете приношение богу вашему это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших отчитайте себе от первого дня после праздника от того дня в который принесете сноб потрясание семь полных недель до первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней и тогда принесите новое хлебное приношение господу отчитайте 50 дней 50 дней то что называется потом праздник шавот или пятидесятница каждый знает но откуда начинался этот праздник этот праздник как раз начинался после того когда человек брал и приносил первые плоды потрясал их перед господом он говорил вот это самый начаток того что пришло у меня того что ты мне дал с моего поля это были самые первые плоды самые первые снопы которые должен был принести человек в храм перед господом и это приносилось на следующий же день после праздника после праздника Песах и вот когда мы начинаем связывать Песах первый сноп а потом пятидесятница то естественно мы мы возвращаемся к тем событиям которые произошли на Песах к тем событиям которые произошли с нашим мессией мы помним что и это было как раз то время когда он был распят и потом он воскрес и вот этот вот праздник первых снопов это как раз то время в точности то время когда Ишуа воскресает из мертвых он является нашим первым снопом потому что все праздники они символизируют мессию или в каждом из праздников мы можем увидеть нашего мессию то что он сделал оно все выражается в праздниках сами праздники они говорили нам о господи я сейчас не хочу рассказывать о праздниках у нас есть очень много разных лекций семинаров на эту тему вы можете посмотреть их на наших сайтах в сайте нашей общине также в оазис медиа но вот этот вот праздник специфический не все помнят о нем не все его празднуют не все о нем знают но это праздник когда наш господь он воскрес из мертвых первый сноп и новый завет он нам четко говорит об этом откройте 1 коринфянам в 15 главе мы можем это увидеть 1 коринфянам 15 глава с 20 стиха но машиах воскрес из мертвых первенец из умерших ибо как смерть через человека так через человека и воскресение мертвых как водами всем умирают так в машиахе все оживут и каждый в своем порядке первенец машиах а потом христовы то есть те которые принадлежат ему в пришествии его то есть человек брал когда-то он приносил первый сноп первые плоды он говорил господь это самый начаток того что есть но есть еще и другие плоды которые должны прийти но это самое первое вот машиах он был первенец из мертвых в нем все начиналось а впоследствии его другие только через 50 дней они могли принести остальные плоды собрать все что было на их полях и праздновать этот праздник шавуот и благодарить господа пятидесятницу когда они собирали свой урожай и здесь написано что вначале мессия первенец из мертвых а потом в пришествии его и все остальные это те остальные плоды которые господь собирает первенец машиах вот этот вот праздник бекурим праздник первых плодов первого снопа он как раз из этого происходит и мы если говорили что первенец он что-то наследует то Ишуа который является нашим первым снопом который отождествляется в празднике бекурим он наследует самое большое что только может он тот который восседает у божьего престола по правую руку ему его и ему дана вся власть и над мертвыми и над живыми Ишуа является нашим первенцем но это еще не все есть еще несколько слов которые происходят из этого же корня и которые связаны даже может быть с первенцем с этим праздником и это слово это браха браха переводится как благословение мы все любим чтобы нас благословляли мы все желаем быть благословен благословен благословенными мы хотим хорошо жить мы хотим преуспевать во всем браха благословение но она как раз так же как и те слова которые мы рассматривали происходят из этого корня бед каф и рейш только наоборот но это слово она говорит о увеличении о какой-то добавке так же как сами буквы мы видели что они в два раза больше предыдущих то есть слово браха благословение говорит о чем-то добавочном и мы все знаем что благословение и проклятие это тема очень серьезная и мы встречаем это в писании господь говорит и пообещал когда-то Аврааму пообещал Израиль он сказал что благословляющих тебя я благословлю а проклинающих тебя я проклину поэтому тот кто благословляет поддерживает он получает благословение а тот кто проклинает получает проклятие браха благословение это очень важное слово для каждого из нас хочу рассказать вам небольшую такую может быть притчу или историю чем браха благословение отличается от удачи представьте что если человек открыл магазин в центре в центре города где очень много людей где все ходят постоянное движение и работа там то естественно хочешь или не хочешь к нему будут заходить люди и это является удачей у него получилось и он будет преуспевать но что ж такое благословение это когда человек открыл магазинчик может быть даже очень маленький в какой-то деревне или в каком-то городе и в таком месте в которое почти никто не заходит но несмотря на это все время у него есть люди все время кто-то приходит и покупает и он тоже преуспевает по сравнению даже с тем человеком который находится в самом центре то вот именно вот это является благословение потому что бог благословляет его здесь не удача здесь не обстоятельства в которых он находится но именно божья рука благословение когда есть какая-то добавка от господа который направляет и все устраивать это слово браха но знаете очень важно чтобы мы могли понимать благословение не приходит просто так есть очень много условий которые бог говорит если ты хочешь чтобы тебе было хорошо на земле поступай так если будешь поступать так то будет один два три а если не будешь то придут проклятия я не хочу сейчас говорить о проклятиях но есть еще один очень важный принцип который относится к слову благословения браха и происходит от этих же слов расскажу вам еще одну притчу чтобы объяснить один ученик подошел к своему раввину к пожилому мудрецу и сказал ему учитель скажи почему раньше господь был так близко к людям мы видели его чудеса его знамения мы его чувствовали мы его переживали а теперь он так сильно удалился от нас мы не видим ни чудес ни знамений не чувствуем его не имеем с ним никакого общения почему так происходит почему он покинул нас почему он отдалился почему и учитель ему сказал бог он находится на том же месте как и был раньше он находится так же близко к нам как и был раньше но проблема в том что люди забыли как нужно сильно или как нужно низко преклониться перед ним если мы хотим получить благословение в нашей жизни мы должны научиться преклониться перед богом написано что бог гордым противится а смиренным дает благодать и вот как раз слово колено колено берех оно происходит от этого же слова браха если человек хочет получить благословение он должен встать на колени на колени и можно в прямом смысле понять и в духовном когда ты можешь склониться перед богом когда ты можешь свое эго оставить в сторону и понять что бог он великий что бог он есть тот который все сотворил а не ты сам который делаешься иногда богом очень часто мы любим жить так когда мы ставим бога в сторону и говорим господь я все сам я сам себе бог есть такие люди которые не познали господа они считают сами себя богами потому что они сами строят свою жизнь и у них то что их сопровождает это может быть удача но не благословение они могут называть это благословением видеть успех в своей жизни но это не благословение потому что их не эго очень высоко потому что они не знают как преклониться перед богом а слова браха и берех благословение колено они очень связаны друг с другом и вы знаете что раньше в отличие от того что происходит сегодня когда человек молился это не то что мы видим сегодня даже в синагогах мы смотрим как молятся евреи и они стоят стоя и наклоняются и читают но в писании такого никогда не было мы видим совсем другой пример даже в нашем танахи в торе в пятикнижье и в пророках мы видим совсем другой пример молитвы в прежние времена человек когда хотел вознести молитву к богу он просто падал на колени поднимал в руки вверх и он кричал он кричал в небеса и говорил господь помоги он открывал свои уста и высказывал то что было в его сердце он просил он благословлял он благодарил и всегда это был взор к небесам и всегда это происходило на коленях я хочу чтобы мы прочитали с вами несколько таких стихов где мы видим как человек молился во втором паралипоменоне в шестой главе мы видим молитву вторая паралипоменона шестая глава я хочу прочитать с 13 13 стих здесь написано так ибо соломон сделал медный амвон длиною в пять локтей и шириною в пять локтей а вышиною в три локтя и поставил его среди двора и стал на нем и преклонил колени впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои к небу и сказал господь божий израилев нет бога подобного тебе ни на небе ни на земле ты хранишь завет и милость к рабам твоим ходящий при тобою всем сердцем своим и продолжать свою молитву то есть сам соломон мэлех шломо царь шломо он вставал на колени перед всем собранием он ничего не стеснялся потому что так было принято молиться к богу он поднимал руки кверху поднимал руки к небу поднимал свой взор и он право возглашал свою молитву мы видим также это в псалмах вы можете дома посмотреть псалом девяносто четвертый шестом стихе также мы видим молитву когда на коленях возносятся слова господу но и в этом нет ничего странного даже новый завет нам говорит об этом я хочу вам показать как молился и шо если кто-то забыл или не помнит то в луке двадцать второй главе мы видим молитвой молитву и шо и она также происходит на коленях лука двадцать вторая глава сорок первый стих и здесь написано и сам отошел от них на вержение камня и преклонив колени молился говоря отче о если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет то есть ешуа преклонил колени дальше мы читаем и встав от молитвы сорок пятый стих он пришел к ученикам то есть молитва она всегда происходила на коленях и взор на небо к нашему господу и вот тот кто умел преклонять колени он получал благословение в свою жизнь итак если мы заглавим то что мы о чем мы говорили с вами бет каф рейш вот эти вот буквы это имеют двойное помазание это имеет двойную силу в два раза больше первенец праздник бекурим первых плодов первый сноб наш мессия и шуа благословение браха а также брах очень важно нам понимать что браха благословение это то что часто выходит из наших уст что мы говорим оно воплощается иногда в нашей жизни не только то что Господь для нас делает Не только как Бог вас благословляет но также и что мы произносим почему мы очень часто хотим помолиться или просим кого-то помолиться за нас и благословить потому что наши слова они воплощаются в этом мире и они что то производит почему мы иногда благословляем Бога. Есть такие слова «благословите Господа», произносят в синагогах, потому что когда мы благословляем Бога, то мы открываем своего рода канал, по которому исходит его источник, и что-то в этом мире начинает меняться. Поэтому очень важно следить также за нашими устами, что мы говорим, проклятие или благословление, потому что написано «жизнь и смерть во власти языка». Я желаю каждому из вас быть благословенными, и мы встретимся с вами на следующей нашей встрече. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова